Музыка Житие старца Феодорита написано его духовным сыном, князем-полководцем Андреем Курбским, с подвижником Ивана Грозного, а затем его противником. Согласно ему, преподобный родился в Ростове в 1481 году. 12 лет от роду он уже был переписчиком книг в Соловецком монастыре, а в 13 стал учеником старца Зосимы. Потом Феодорит много странствовал по монастырям и молился. Старец Зосима, чувствуя свою кончину, призвал Феодорита и благословил его на монашеские подвиги. Тогда-то Святой Отец и отправился в леса нынешней Мурманской области и стал вести миссионерскую деятельность среди местных лопарей-саамов. В 1526 году 45-летним монахом в устье реки Нивы была построена церковь во имя святого Иоанна Крестителя. Место это стало началом будущего города Кандалакши. Несмотря на сопротивление местных шаманов, в северных лесах развернулось строительство православных церквей. В конце 1530-х годов старец несколько лет провел в Кирилло-Белозерском монастыре. Там он и начал работу над составлением саамской письменности и над переводами на этот язык христианских текстов. Два монастыря он основал сам, а в 1551 году стал игуменом Спаса-Ефимиевого монастыря в Суздале. В 1557 году случилось событие. Иван Грозный послал старца в Константинополь с целью добиться от восточных патриархов своего царского статуса. Феодорит справился с задачей. И тогда Иван IV предложил ему любой церковный чин. И был ответ – одного прошу, да спокоим и с обезмолвием, в келье до исшествия моего да пребуду. И хотя спокойной жизни так и не случилось, но Феодорит прожил до 1571 года, умер на Соловках. Прах преподобного находится у Спаса-Преображенского собора.